МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! И снова время новостей на нашем телеканале. В ближайшие полчаса мы расскажем о самых главных событиях этой недели. Вы смотрите программу «Мир православия». Далее речь пойдет о следующем. Веденский обыденный храм Киева. История церкви. Новости из жизни православных Украины. Обзор событий. Помним тех, кто пострадал за веру. Честные памяти протоирея Михаила Подельского. Место, которое объединяет столицу Украины со Святой Землей. Представительство Иерусалимского Александровского подворья в Киеве. Как Богородица вошла в храм, о празднике введения, рассказывают дети. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 декабря православные христиане отмечали двунадесятый праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. С приветствием к верующим обратился управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский-Броварской Антоний. Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Отчего он так почитаем нами? Потому что показывает настоящие человеческие ценности. Каждый человек призван Богом к обожению. Фактически, обожение – это и есть та высшая ценность, ради которой мы созданы. А обожение возможно только в процессе общения с Богом. Основное место, где мы можем встретить Бога – это прежде всего святой храм, абсолютно не случайно именующийся Домом Божьим. И поэтому в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии Православная Церковь напоминает нам, что путь к небу начинается на пороге рукотворного храма Божия. Когда человек становится членом Церкви Христовой, а через это и сам человек становится храмом Божьим нерукотворным, и Дух Божий поселяется в нем. Именно поэтому наш жизненный путь должен пройти через храм, чтобы мы могли в нем вырасти духовно. С праздником, дорогие братья и сестры! Накануне введения наша съемочная группа посетила один из киевских храмов, освященного в честь этого праздника. У Церкви довольно интересная история. Далее вы узнаете о том, как строили храм, что означает слово «обыденный» и чем святыня живет сегодня. Теремки – один из густонаселенных районов столицы, среди многоэтажек которого притаился он – Веденский обыденный храм. Его особая история началась зимой 2008 года. Особенность заключается в том, что его возвели всего за один день. Славянское слово «обыденный» это и означает. Строительство святыни началось 3 декабря, накануне праздника введения. Его приурочили к юбилею тысячадвадцатилетия крещения Руси. Строился он весь день, всю ночь. И вот к утру он был уже практически готов. И мы в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы совершили здесь первую литургию. К его возведению присоединилось очень много людей. Прежде всего, большая строительная бригада, а еще будущие прихожане. Люди, которые здесь жили, они подходили, интересовались и как могли участвовали. Кто-то молился, кто-то приносил рабочим бутерброды, кто-то просто интересовался и пообещал приходить на следующие службы, которые должны были совершаться в нашем храме. Первую литургию духовенства и прихожане запомнили навсегда. Был он не совсем готов, не было окон, было очень холодно, потому что декабрь, и тем не менее, очень много людей пришло. Первоначально храм был совсем небольшой. Прихожане едва умещались внутри, поэтому позже его достроили. Этот проект был у одного священника, но у него не получилось храм построить, и он передал проект нам. И так эта церковь удивительным образом сюда вписалась, будто бы она здесь и была. Молятся здесь шесть раз в неделю, во время карантина немного реже. Даже при храме действуют две школы, библейская для взрослых и воскресная для детей. Людям интересно, и многие впервые прочитывают Библию именно на наших уроках, на наших занятиях. Деток у нас приблизительно 30. Тоже изучают и Слово Божье, и литургию, и богослужение, и церковно-славянский язык. Общество во главе с духовенством занимается и благотворительной деятельностью. Мы ездили к детям в Бердичевскую школу-интернат. Вели до 11 класса. Старались раз в месяц, или раз в несколько месяцев обязательно поехать вместе с волонтерами. Собирали одежду, покупали еду. Для прихожан Веденский обыденный храм особое место. Когда идет служба, и ты приходишь, и ты как бы находишься уже в другом мире. Это одушина, это спасение, и благословение здесь получаешь. Здесь я ощущаю вот эту благодать, которая, в принципе, наверное, нужна каждому человеку в своей жизни, потому что здесь можно прийти в любой момент и как бы вот просто успокоиться. И даже вот просто сказать, Господи, там укрепи, спаси, сохрани, уже очень много значит. Приходская община храма искренне поздравляет всех христиан с праздником Ведения во храм Пресвятой Богородицы и приглашает на богослужение. Пусть Господь благословит на многое благое лето и даст духовной радости, телесное спасение и всех земных благ. Мы, конечно, приглашаем всех приходить к нам на богослужение. Находится храм Затерцем Магеллан. Приглашаем на наши уроки деток маленьких в воскресную школу, а взрослых – в библейскую школу. Хочу пожелать всем, чтобы в это непростое время, когда многих нас коснулась беда, когда у многих у нас на сердце скорбь, чтобы Пресвятая Богородица она всем помогла и всех покрыла от всякого зла. Далее в программе обзор событий в Украинской Православной Церкви. Черновицкой епархии в конце ноября осветили два храма. В честь Рождества Божьей Матери в селе Подворное и в честь святителя Нектария Эгинского в селе Ярданышты. В епархиях продолжают оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В Троицком соборе Сум состоялась благотворительная ярмарка. Собранные средства пойдут на лечение прихожан и потребности нуждающихся, а также на запланированные социальные проекты. В Александрии при епархиальном управлении на Соборной площади каждое воскресенье начали раздавать благотворительные обеды. Киевская митрополия передала продуктовые наборы для подопечных территориального центра соцобслуживания Днепровского района Киева. В Полтавской епархии продолжается марафон доброй руки. Община Михайловского храма села Щербани собрала и передала для солнечных деток с синдромом Дауна книги зимних сказок. Приближается любимый праздник не только детей, но и взрослых День Святого Николая. Традиционно в разных уголках Украины проходят благотворительные акции. Молодежный отдел Мукачевской епархии уже по традиции проводит благотворительный проект «Щедрый Святой Николай». Волонтеры передадут подарки социально-реабилитационным учреждениям, детским домам и домам престарелых. В храмах Херсона началась акция «Подари подарок сироте, поделись теплотой сердца». Игрушки, сладости, наборы для творчества, другие нужные вещи дарят мальчикам и девочкам в возрасте от 7 до 15 лет. В селе Зазимье Киевской области прошли мероприятия в память жертв советских репрессий против духовенства. Среди пострадавших от рук властей был и настоятель Зазимского храма протоиерей Михаил Подъельский. Подробнее в сюжете. 1937-й вошел в нашу историю как год кровавого террора. Аресты, заключения, расстрелы не обошли и духовенства. В 30-е годы их расстреливали, а уже в хрущевские времена все равно подвергали определенным репрессиям. То есть весь период советской власти так или иначе церковь подвергалась репрессиям, преследованием, унижением. Закрывали храмы священников, лишали прав. Во времена сталинских репрессий, во времена большого террора была ужасная картина, когда по надуманным обвинениям тройки НКВД приговаривали к расстрелам или к многолетним срокам ссылок в концлагеря Сибири, в другие места лишения свободы. 27 ноября 1937 года в Киевской тюрьме НКВД по обвинению в антисоветской деятельности расстреляли настоятеля храма в честь воскресения Христова села Зазимье протеирия Михаила Подъельского. Ежегодно в день мученической кончины священника проводят памятные мероприятия. 26 ноября 2020 года викарий Бориспольской епархии епископ Сгуровский Амвросий отслужил за упокойную литию по жертвам политических репрессий на территории национального историка мемориального заповедника Быковнянские могилы. В частности, помолился владыка о протеире Михаиле Подъельском. Почтить убитого большевистской властью отца Михаила пришли и прихожане Зазимской общины. Михаил Подъельский семь лет был Зазимья. Сам он родом из Нежина и служил в Черниговской области. Только с 30-го до 37-го года жил Зазимья. Выполнял свои богослужебные обязанности как священнослужитель, потому что были и крещения, и тайные венчания, и отпевания. Конечно, в те времена каждый день был как последний. Каждый день священник проживал как последний в своей жизни. Даже бывали такие случаи, что до конца 50-х годов их семья не знала, где священник. Есть случаи, когда обращаются в письмах, в архивных делах, есть письма детей, где наш отец, жены, где мой муж. Вы сказали, что на данный момент его нет. Он отправлен по этапу. Никто не сказал, что он уже давно расстрелян. Даже есть такие письма в личных делах. А на следующий день в Зазимье, в духовно-просветительском центре храма, состоялся вечер памяти отца Михаила. Мероприятие возглавил епископ Амвросий, руководитель центра изучения наследия новомучеников и исповедников XX века директор Международного института Афонского наследия Сергей Шумила представил присутствующим сборник церковь мучеников гонения на веру церковь в 20 веке. А также фотовыставку с одноименным названием. Эта фотовыставка посвящена репрессиям против церкви духовенства в Киевской области. В частности, больше всего материалов посвящено именно 30-м годам. Здесь представлены как материалы следственных дел, репрессивных органов, так и материалы о самих репрессированных священниках. Также есть данные о разрушенных храмах Киевщины. Много уникальных фотографий, взятых из архивов. Некоторые из них публикуются впервые. Также наглядно представлены элементы атеистической пропаганды, плакаты, газеты, использовавшиеся в агитации против церкви. О мученическом подвиге отца Михаила рассказал клирик Зазимского храма протоиерей Анатолий Слынько, уделивший много времени изучению жизни подвижника. В чем подвиг отца Михаила и большинства священников, принявших этот мученический подвиг? В том, что у них был выбор. У них был выбор, как и у нас каждый день есть выбор. И они выбрали кого? Выбрали Христа. Потому что быть попом, как там написано тогда, было совсем невыгодно. Фактически он был верен своему призванию. Своими воспоминаниями поделилась внучка отца Михаила, Ольга Федосеевна Лысенко. Я была маленькой, приезжала к бабушке. Только это знаю, еще маленькой была. Я рано замуж вышла, 18 лет. Дочку родила в 19. И так вышло, что сюда редко приходилось приезжать. А батюшка Михаила в семье вспоминали когда-нибудь? Нет, я ничего не знаю даже об отце. А отец куда пропал? Он же в школе как сыну батюшки. Кто-то ему пришили. Преследовали его. Да. Он что, в тюрьме сидел? Нет, он не сидел. Его сослали на лесоповал. Прихожане Воскресенского храма, жители села Зазимья надеются, что священник, которого они очень почитают, мученически пострадавший за веру, будет канонизирован церковью. А пока память о нем и многих других пострадавших за веру священнослужителей, монахов, верующих живет среди людей. Волей Божьей мы молимся за них, но на самом деле мы должны молиться уже им. Многие из них у Бога святые, потому что отдали свою жизнь за имя Христово. Из наших уст звучат имена тех, кто пережили это, потому что жизнь вечная. И в действительности никто из тех святых над кем смеялись, кого убили, не умер. Их имена на стендах их имена в делах, в архивах, их имена в наших сердцах. А самое главное, они все у престола Божия. Далее мы расскажем о событиях из жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. В Румынии отметили День Национального Единения, главный праздник современного румынского государства, который отмечают ежегодно 1 декабря. По случаю праздника представителя Румынской Православной Церкви Блаженеж Патриарх Даниил совершил благодарственный молебен в Патриаршем Вознесенском Соборе Бухареста. Поздравляя присутствующих со знаменательным днем иерарх выразил глубокую благодарность румынским медикам, которые в настоящее время самоотверженно борются с пандемией. Лидеры христианских конфессий Кении выступили с совместным обращением, в котором выразили обеспокоенность тяжелым положением своих сограждан во время пандемии. Духовенство призвало власти прекратить затратные конституционные реформы и подготовку к референдуму ради экономии средств для борьбы с коронавирусом. Также в письме обратились к частным больницам с призывом не повышать цены на услуги тем, кто нуждается в их помощи. Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви блаженнейший патриарх Феофил осветил храм в честь первомученика архидиакона Стефана в палестинском городе Ромале. По преданию храм построили на месте захоронения апостола. Долгое время святыня находилась в полуразрушенном состоянии. Ее недавно восстановили на средства благотворителей. Богослужения в новое общение будут совершаться на арабском языке, так как большинство местных прихожан арабы. В Софии заложили первый камень нового православного храма. Церковь построят в городском районе Изгреев, единственном в болгарской столице, где не было приходского храма. Инициатором строительства стал житель района Антоний Милушев. После рукоположения он был назначен настоятелем будущей общины. Храм будет носить имя преподобного Пимена Заграфского болгарского подвижника 17 века, 400 лет со дня смерти которого исполнилось в ноябре. 6 декабря день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Чествование князя началось почти сразу после его смерти. Следующий сюжет о киевском храме, освященном честь этого святого и связанном со святой землей. Речь идет о представительстве в Киеве Иерусалимского Александровского подворья. Александровское подворье, археологический и культурный комплекс в Иерусалиме расположены возле храма гроба господня. В него входят порог судных врат, домовая церковь в честь святого князя Александра Невского, музей, фрагменты археологических раскопок и тому подобное. В Киеве уже несколько лет назад открыли его филиал. Это сооружение видишь не сразу, хотя стоит оно в центре Киева на улице Саксаганского. Но взглянув наверх, замечаешь небольшой золотистый купол над входом, а переступив порог, оказываешься на территории филиала Иерусалимского Александровского подворья. Благословение на создание этого храма было получено еще при жизни блаженнейшего митрополита Владимира, как храма Иерусалимского сестринства, как место, где люди могли бы узнавать о том, что между Киевом и Иерусалимом есть такой духовный молитвенный мостик, приходя куда, люди могли бы преклоняться перед иерусалимскими святыми. В этой части подворья мы полностью пытались воссоздать атмосферу Иерусалима, даже стены, украшенные камнями, так же, как в Иерусалиме. И старый город, и новый город строились из вот таких похожих камней. Единственным в Украине представительства Иерусалимского Александровского подворья хранятся несколько особых святынь. Это уменьшенная копия порога судных врат, через которые Господь, покидая Иерусалим, последний раз прошел в своей земной жизни. Порог изготовлен из белого камня, состоит из двух секций, весом полторы сотни килограмма. В копию вмонтированы частицы святыни, которые нашли в девятнадцатом веке, во время раскопок Александровского подворья. В храме также хранится список Тихвинской иконы Божьей Матери, которые паломники привезли в Иерусалим более чем сто лет назад. Киевским подворьем занимаются сестры Елизаветинского сестринства, основанного в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, которая вошла в историю как пример милосердия и смиренного служения Господу. Еще в 2014 когда здесь открывали храм, сюда начали передавать личные вещи святой. Особенно ценные для нас ее манжеты. Манжет это часть ее сестринской одежды. Также из личных вещей преподобномученицы Елизаветы у нас хранятся такая святыня в частности как Акафист великомученицы Варвары. Его нашли в школе в месте куда была заключена преподобномученица Елизавета перед гибелью. Пожелание преподобномученицы побудило к восстановлению древней традиции неусыпного чтения псалтыря. Прижизненным завещанием преподобномученицы Елизаветы было то, чтобы в Ярусалиме на Александровском подворье у порога судных ворот неусыпно читался псалтырь книга псалмов царя Давида. Как это часто делается в монастырях. И с ее благословения эта молитва продолжалась до 30-х или 40-х годов. Местные монахини поддерживали эту молитву. Затем было несколько десятилетий запустения. И уже в наше время в 2000-х годах подворье в Иерусалиме начало возрождаться, оно снова стало открытым для паломников. На тех, кто посещает Иерусалимское Александровское подворье, неизгладимые впечатления производят 18 огромных 3 на 2 метра полотен художника Николая Кошелева с подвижника Ивана Крамского. На них изображен весь крестный путь Господа, начиная с молитвы о чаше в Гефсиманском саду до Голгофы и Воскресения. В киевском храме часть этих картин воспроизведена в уменьшенном виде. Так верующие, которые не бывали в Иерусалиме, могут прикоснуться к реликвиям Святой Земли здесь, в Киеве. И напоследок еще несколько слов о главном празднике этой недели в Ведении Богородицы в храм. Вашему вниманию версия этого события устами детей. Итак, слушаем. Много лет назад в Иерусалиме жалеют Иоанн Кейн и Анна. Однажды они пообещали Богу, что если Он подарит им ребенка, то они отведут его в Иерусалимский храм. И, наконец, у них родилась девочка, которую назвали Мария. Когда ей исполнилось три года, ее привели в Иерусалимский храм. Храм стоял на высокой горе и к нему вели очень крутые ступеньки. Она сама была маленькой девочкой, но сама поднялась по высоким ступенькам в храм. Там ее встретил священник, который показал ей храм и отвел ее туда, куда ходил сам один раз в году в Святое Святых. После этого Дева Мария осталась жить в храме. Иокин и Анна пошли домой. Мария жила при храме, пока не выросла. Ее выдали замуж за Иосифа Обручника. И потом, через много лет, от нее появился Иисус Христос. Но Рождество Христов это уже совсем другая история. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. На следующий день вспоминаем священномученика Климента, одного из первых римских епископов. На 9 декабря приходится праздник в честь преподобного Алипия Столпника. В четверг, 10 декабря, церковь чтит икону Божьей Матери, знамение. 11 декабря – день памяти преподобномученика и исповедника Стефана Нового. В субботу вспоминаем Киево-Печерского святого преподобного Нектария. А на воскресенье 13 декабря приходится праздник в честь апостола Андрея Первозванного. На этом мы завершаем нашу программу. Увидимся через неделю. Храни вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»!